Последнее в этом году аппаратное совещание прошло сегодня утром в администрации Харциско. Как и прежде, в режиме видеоконференции главы администрации городов и поселков Большого Харциско отчитывались о выполненных за неделю работах и обсуждали текущую ситуацию на подведомственных территориях. Одной из основных тем аппаратного совещания стала актуальная нынче тема борьбы со снегом. Сегодня коммунальные службы города работают в усиленном режиме, стараются не запустить ситуацию и в соседнем Иловайске. На данном этапе силами коммунального предприятия «Одион» работает снеочистительная техника, одна единица КДМ. Пока справляемся. Сейчас мы с утра только ведем врач-тистку, посыпаться пока не планируем. Будем смотреть по погоде. Техника переведена в режим круглосуточного дежурства вместе с ворниками по коммунальному предприятию. Поэтому работаем в усиленном режиме. В поселках, где нет спецтехники, с этим вопросом сложнее. Но руководство поселковых администраций не опускает руки и старается найти выход из непростой ситуации. Сегодня созвонились с автобором и переговорились с нашими местными проктористами о помощи, чтобы по окончанию снега выйти и прочистили нам дорогу. Ну, вроде как бы люди дали согласие. На сегодняшний день мы смотрим по погодным условиям, по необходимости, какие работы должны проводить. Техника готова. Социальные учреждения также провели на своих прилегающих территориях расчистку снега. Развесланы были телефонограммы. В ходе аппаратного совещания начальник отдела культуры город-администрации Юлия Михайленко подвела итоги предновогодних мероприятий, в числе которых многочисленные утренники для детей и праздники открытия городских и поселковых елок. В первых числах января «Харцезян» ждет продолжение марафона разнообразных новогодних встреч и развлекательных программ. Так что новогоднее настроение будет обеспечено всем. Главное – не подхватить какую-нибудь респираторку. Впрочем, актуальная статистика, предоставленная ЦГБ, свидетельствует о стабильной ситуации с заболеваемостью в Харцезке. В настоящее время сохраняется неэкономический уровень заболеваемости гриппом ОРВИ. С начала 21-го общий показатель заболеваемости регистрируется в пределах сезонных колебаний. Превышение эпид-порога не зарегистрировано. За период с 2020 года, 26 декабря, зарегистрировано 310 случаев ОРВИ, в том числе 171 ребенок, что на 119 случаев меньше, чем за аналогичный период предыдущей недели. Итоги совещания и в целом работы за год подвела глава администрации Харцезка Виктория Жукова. Были небольшие там у нас и ошибки, были небольшие какие-то замечания по работе. Я надеюсь, что это все мы устраним уже в кратчайшие сроки. И дай Бог, чтобы в следующем году у нас было все только хорошо и никак иначе. Всем радости, здоровья, всех благ, чтобы хорошо прошли новогодние праздники без эксцессов. Спокойной, слаженной работы, главное качественной.